Мы, на самом деле, получали данный вопрос уже много раз и спрашивали нас, почему мы не выпускаем Диксона. Причина, на самом деле, кроется в том, что вот те стертости и пролежни, которые у него образовались, их недопустимо мочить. То есть, на данный момент Диксон находится во внутренних помещениях, мы заживляем раны, сейчас мы получили новые средства для регенерации. Улучшения уже есть, то есть, края раны покрываются корочкой, мы видим то, что идет регенерация тканей, но еще рано его выпускать совсем. Вольер максимально защищен от посторонних звуков внешних, каких-то исходящих от посетителей, потому что у нас стекло достаточно высокое, плюс еще имеются дополнительные ограничители звукоизоляционные, по поводу того, что кто-то может что-то ему бросить. Ну, во-первых, повторю, да, то, что в московском зоопарке запрещено кормить животных на территории, потому что все животные получают достаточно хорошие рационы сбалансированные. Мало ли, у какого-то животного есть аллергия, либо еще что-то, и посетитель своими действиями, не подразумевая ничего плохого, может навредить. Дополнительно мы, да, конечно, устанавливаем с другой стороны вольеры, где человек не видит ограничители по вот этим моментам, да, когда там забрасывают яблоко, допустим, чтобы оно не попало в вольер, оно остается наверху, потом убирается. Продолжение следует...